Привет всем! Это видео о том, как включить режим AHCI на компьютере с уже установленной операционной системой. Интерфейс SATA может работать в двух режимах – IDE и AHCI. IDE – это режим совместимости со старым оборудованием и программным обеспечением. По сути, возможности SATA в этом режиме не отличаются от возможностей своего предшественника – интерфейса ATA или PATA. AHCI – новый режим работы с запоминающими устройствами, в котором компьютер использует все преимущества SATA, главными среди которых является более высокая скорость работы жёстких и SSD дисков, а также возможность горячей замены жёстких дисков. Активация режима AHCI содействует ускорению доступа к файлам, хранящимся на запоминающих устройствах и позитивно влияет на общее быстродействие компьютера. Вполне вероятно, что на вашем компьютере режим AHCI уже активирован. Проверить это можно несколькими способами. Первый способ. Перейдите в диспетчер устройств. Откройте раздел «Контроллеры IDE – ATA» от API. Если в этом разделе есть устройства со словами AHCI в названии, как в нашем случае, значит режим AHCI на компьютере уже используется. Второй способ. Зайдите в BIOS или UEFI вашего компьютера. О том, как зайти в BIOS или UEFI компьютера или ноутбука смотрите в другом видео нашего канала, ссылка на который будет в описании. Найдите там пункт Storage Options, SATA Mode, SATA Emulation или с другим очень похожим названием. Если значение этого пункта AHCI, значит режим AHCI уже используется. Если в указанном пункте стоит значение IDE, не спешите тут же изменять его на AHCI. Дело в том, что если после установки Windows вы просто включите режим AHCI, то увидите ошибку PSOT – Inaccessible Boot Device, который многие знают как синий экран смерти. Или система откажется загружаться, осуществляя циклическую перезагрузку. Поэтому рекомендуется включать AHCI перед установкой Windows. Имейте в виду, что в BIOS некоторых компьютеров возможность изменения режима на AHCI отсутствует. В таком случае проблему иногда удается решить обновлением или перепрошивкой версии BIOS. О том, как обновить BIOS, смотрите в соответствующем видеоролике нашего канала, ссылка на который есть в описании. Активировать режим AHCI интерфейса SATA на компьютере с уже установленной Windows с сохранением её работоспособности можно несколькими способами. 1. Запустите редактор реестра. Для этого нажмите комбинацию клавиш Windows Plus R и введите RecEdit. Перейдите к разделу реестра. HKE LOCAL MACHINE SYSTEM CURING CONTROL SET SERVICES IA STORE V 2. Дважды кликните по параметру Start и установите его значение равным 0. В соседнем разделе реестра IA STORE AV Start over right для параметра с именем 0 установите значение 0. В разделе STORE AHCI для параметра Start установите значение 0. В подразделе Start over right для параметра с именем 0 установите также значение 0. В моём случае его нет, но у вас будет, если AHCI ещё не установлен. Закройте редактор реестра. Перезагрузите компьютер и войдите в UEFI или BIOS. При этом первый после перезагрузки запуск Windows лучше провести в безопасном режиме. Все способы загрузки Windows в безопасном режиме детально описаны в видеоролике нашего канала. Ссылка в описании. В UEFI или BIOS найдите в параметрах SATA выбор режима работы накопителей. Установите его в AHCI, после чего сохраните настройки и перезагрузите компьютер. Сразу после перезагрузки Windows начнёт устанавливать драйвера SATA. А по завершении будет предложено перезагрузить компьютер. Сделайте это, после чего режим AHCI в Windows будет включён. Если по какой-то причине первый способ не сработал, обратите внимание также на второй вариант. Но для начала, если у вас возникли ошибки при запуске Windows с режимом AHCI, верните режим IDE и включите компьютер. После этого запустите командную строку от имени администратора. В командной строке введите bcdedit set current saveboot minimal и нажмите Enter. После того, как появится сообщение об успешном завершении операции, перезагрузите компьютер. Ещё до загрузки компьютера включите AHCI в BIOS или UEFI уже описанным способом и сохраните настройки. Компьютер загрузится в безопасном режиме и установит необходимые драйвера. Снова запустите командную строку от имени администратора и введите bcdedit deleteValue current saveboot. После выполнения команды снова перезагрузите компьютер. В этот раз Windows должна загрузиться без проблем с включенным режимом AHCI для диска. Как вы могли увидеть, описываемые действия в теории могут привести к нежелательным последствиям, таким как невозможность запуска операционной системы. Поэтому беритесь за них лишь в том случае, если знаете для чего это делаете, сумеете зайти в BIOS или UEFI и готовы в случае чего к исправлению непредвиденных последствий. Например, путём переустановки Windows с самого начала в режиме AHCI. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Будем рады ответить на любые вопросы в комментариях. Всем спасибо за просмотр, удачи!